Добрый вечер, чат-активист! Я хочу вам сообщить, что сегодня у нас в гостях будет Максим Сытников. Максим очень долгое время ездил по Казахстану в составу исследовательской миссии Федерации по правам человека Антонио Станко, Итальянской Федерации, и был участником многих судебных процессов. Я видел своими глазами, что происходит в Казахстане, в глубинке и в Алматы, и в Астане. И сегодня у нас будет очень интересный эфир на эту тему. Максим, добрый вечер, добро пожаловать в чат-активист! Добрый вечер, приветствую всех участников чата. Спасибо вам за возможность провести сегодняшний эфир. Меня зовут Максим Сытников, и я член Международной наблюдательной миссии Итальянской Федерации прав человека. Весь август я провел в вашей замечательной стране, наблюдая за тем, как нарушаются права человека в Республике Казахстан. В рамках этой миссии я побывал на судебных процессах над Искандером Ерембетовым, над Аблавасом Джумаевым, над Асетом Нуржаубай, Алматом Жумагуловым, Кинжибеком Абишевым и Муратом Тунгишбаевым. Все перечисленные люди являются политическими заключенными. Это признали международные правозащитные организации, целый ряд этих организаций признало их политическими узниками режима Назарбаева. И мы мониторили все эти судебные процессы, следили за тем, как они проходят. Кроме того, мы встречались в разных городах Казахстана с местными активистами, с людьми, которые пострадали от деятельности правоохранительных органов. Они нам, конечно, рассказывали ужасные истории о том, как их пытали, о том, какой они имели опыт общения с представителями ДВД, с представителями КНБ. С судами и так далее. Конечно, все суды, все эти политические суды, на которых мы присутствовали, имеют явный обвинительный уклон. И за время наблюдений практически ни одно ходатайство защиты судом не было удовлетворено. Я извиняюсь, это мне в телефон позвонил. Конечно, зачастую, чтобы скрыть всю свою предвзятость, судьи не просто отклоняют ходатайство адвокатов, а они их частично удовлетворяют, как это делает часто судья Шакиров. И таким образом происходит такое смыливание глаз. То есть, якобы, они объективно действуют по отношению к обвиняемым. Ну а тема нашего сегодняшнего эфира — это механизмы правозащиты. Я бы хотел сконцентрироваться именно на эффективности использования международных правозащитных механизмов в отношении Республики Казахстан. Я начну с такой краткой теории, чтобы вообще понимать, что это за механизмы правозащиты. Международные правозащитные механизмы — это органы и процедуры, предназначенные для защиты и продвижения прав человека, установленные международными договорами и иными актами в области прав человека. Дело в том, что Республика Казахстан является субъектом международного права. Казахстан — это независимое государство, которое представляет себя на международной арене и представляет себя как лидера в регионе Центральной Азии. И, разумеется, как и любое другое государство, Казахстан зависит от своих партнёров, от других государств, от международных организаций, и поэтому пытается сохранить какой-то имидж, сохранить свой имидж, сохранить лицо. В данный момент Казахстан воспринимается на Западе как нефтяная вышка или как источник газа, и поэтому многими западными государствами в первый ряд ставится экономический вопрос, экономическая выгода сотрудничества с Казахстаном. И из-за этого власти этих богатых, развитых, демократических государств закрывают глаза на все нарушения свободы слова и прав человека в Казахстане. И именно для этого существуют наблюдательные миссии. Чем занимается наблюдательная миссия? В первую очередь фиксации. Мы фиксировали все правонарушения, которые происходили по отношению к заключённым, к их семьям, к их адвокатам, к гражданскому обществу, к тем журналистам, которые освещают все события, нейтрально освещают события в Казахстане. И потом, записав все эти нарушения, мы передаём информацию уже более влиятельным лицам, тем же депутатам Европейского парламента, комиссарам Европейской комиссии, депутатам парламентов европейских государств, которые уже имеют какую-то силу, имеют какой-то вес в политике, которые встречаются с официальными представителями Республики Казахстан, которые поднимают на этих встречах вопросы по правам человека, по свободе слова, по свободе мирных собраний и так далее. И, конечно же, необходимо, чтобы вопрос защиты, соблюдения прав человека вошёл в повестку дня отношений с Казахстаном и стал на первом месте в переговорах западных делегаций с официальными представителями Казахстана. Всё, что мы делаем в рамках наших миссий, мы собираем достоверную информацию на месте, в Казахстане, своими глазами убеждаемся в том, о чём нам рассказывали ранее местные активисты, во всех тех правонарушениях вносим, стараемся по максимуму всё запечатлённое внести в финальные отчёты, которые потом передаём официальным лицам, распространяем вообще как можно дальше. И их пытаемся также передать людям, которые имеют силу, имеют возможности как-то повлиять на власти Казахстана. А власть Казахстана, естественно, заинтересована в экономическом сотрудничестве с западными странами, точно так же, как и западные страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Казахстаном. Ну, например, Казахстан хочет присоединиться к Организации экономического развития и сотрудничества. Также планирует присоединиться к другим европейским институтам, и поэтому власти Казахстана стремятся иметь хорошую репутацию. И руководство страны заботится о мнении международной общественности. Это именно та причина, которая делает диалог с властями возможным для европейских партнеров, для тех европейских депутатов, которым мы передаем всю эту информацию, которую мы получили в Казахстане. Я вам только приведу пример того, как влияют такие визиты европейских депутатов в Казахстан. Вот на примере Орда Кашим, которая была помещена в психиатрическую больницу за то, что она критиковала действия правительства в своем блоге. После визита парламентариев из Польши, когда Марчин Свинчицкий приехал, депутат польского сейма, и Антонио Станго, президент Итальянской Федерации прав человека, в апреле этого года, после этого Орда Кашим освободили из психиатрической больницы. То есть исключительно под давлением западных делегаций Казахстан готов делать какие-то уступки. Ну и не стоит забывать также о том, что, как и каждый другой авторитарный режим, режим Нурсултана Назарбаева не вечный. И это понимает сам Нурсултан Абишевич и его окружение. И поэтому все свои многомиллионные сбережения они держат в западных банках, на западных счетах. И все эти счета могут оказаться заблокированы, если вдруг западные партнеры на них разозлятся. Они могут разозлиться на них. Посмотрите, например, в России. Там чиновники, которые попали в список Магнитского, им заблокировали счета в США, им забрали визы, они оказались невъездными в Европейский Союз, во все демократические развитые страны, им въезд запрещен. Денеги забрали, имущество арестовали, сидят голые босы. Естественно, власти Казахстана боятся попасть в тот же список Магнитского, и поэтому еще раз пытаются как-то соблюдать какую-то минимальную видимость законности в Казахстане. Но в то же время без вашей помощи, без помощи гражданского общества внутри Казахстана, никакие санкции, никакие законы Магнитского не помогут. И никакие правозащитные миссии не помогут, никакие депутаты не помогут. Я вам расскажу такой пример. Во время моей миссии мы очень много провели встреч с родственниками заключенных. Многие из этих заключенных, они подверглись пыткам, их избивали в тюрьмах, в следственных изоляторах. И эти родственники нас просили о помощи. А я их спрашивал, а что вы уже сделали для того, чтобы помочь своим арестованным мужьям, отцам, сыновьям? Я спрашиваю, а у вас есть, например, задокументированные факты пыток? У вас есть решение независимых врачей, экспертов? Вы обращались уже с этим, вы писали заявление, требовали ли вы встречи с начальством тюрем или следственных изоляторов? Добивались ли вы встречи с уполномоченным по правам человека в Казахстане? Обращались ли вы в какие-то правозащитные миссии, в СМИ? Что вы вообще сделали, чтобы помочь своим родным? И очень часто в ответ мы слышали, нет, не обращались, нет, мы ничего не делали. Мы просто ждали, пока вы приедете и нам поможете. А как мы можем вам помочь, если вы не соизволили ничего сделать в помощь своим родным? У нас сейчас есть огромный список фамилий тех, кто нуждается в реальной помощи в Казахстане. Тех, кого преследуют по политическим мотивам. И чтобы эффективно работать, чтобы эффективно помогать, нам нужна помощь ещё с вашей стороны. Потому что вы нас зовёте, например, на процесс в Актау. Мы приезжаем на процесс в Актау, и мы видим, что в зале, в суде, где судят невинного Аблаваса Джумаева, что никто, кроме родственников и кроме свидетелей, никто на эти суды не приходит. То есть мы приезжаем из Европы, мы мониторим всю ситуацию, ходим по судам, а местные люди просто не приходят на эти же суды. Отвечу на вопрос о впечатлениях о демократии в Казахстане. Демократия у вас, конечно, своеобразная, я бы сказал, но она ещё просто не выросла. Дело в том, что для того, чтобы демократия образовалась в любом государстве, в любом обществе, нужно время, им это нужна критическая масса здравомыслящих, готовых действовать людей. У вас, к сожалению, в Казахстане ещё такой критической массы нету. Очень много людей ещё живёт Советским Союзом, очень много людей хочет, чтобы вот так вот к ним приехали, им помогли, вместо них всё сделали, а сами не готовы брать на себя ответственность, сами не готовы ничего предпринимать и ждут какой-то помощи. Так вот, каждый должен в первую очередь подумать о том, а что лично я сделал для того, чтобы в моей стране что-то улучшилось, чтобы в моей стране появилось гражданское общество, чтобы в моей стране была демократия. Надо в первую очередь задуматься об этом. Смотрите, как власти Казахстана боятся гражданского общества. Посмотрите, например, Елены Семёновой, правозащитница из Павлодара, поехала выступить в Европейском парламенте, рассказала о том, что происходит в казахстанских тюрьмах, как пытают людей, как их избивают, убивают, доводят до самоубийства. И что? Вернулась? Её сразу потянули к следователю, и сразу у неё начались проблемы. Приехали на этих выходных, опять же, делегация из Европейского парламента, Елена Семёнова хотела с ними встретиться. И что? Естественно, её закрыли, уже не дали ей даже встретиться. Почему? Потому что боятся, боятся женщины. Также с Айгулик Бердиевой из Актау, жена Блаваса Джумаева, которая борется за своего мужа, которая отстаивает его права, которая не боится сказать правду, которая пишет обо всём на Фейсбуке, всё выносит на форум и её преследует. Почему? Потому что её боятся. А почему они могут её преследовать и задерживать? Потому что она одна. А если бы в Актау она была не одна, а были бы сотни и тысячи, тогда бы уже власти не преследовали её. Финансовые отчёты многих правозащитных, большинства настоящих правозащитных организаций или НГО можно найти на сайте, они все описаны, за каждый год приводится отчёт, вы можете это посмотреть. Да, согласен. Нужно ходить на суды, всё верно сказано. Вообще нужно объединяться. Нужно объединяться ради цели. Я сам, как вы знаете, из Украины, и моя страна до 2014 года правилась режимом Януковича. И в 2014 году страна объединилась и сбросила эту власть. Власть, которая использовала силу против своего народа, которая начала просто избивать студентов на площади в Киеве. И украинцы смогли прогнать эту власть. Почему? Потому что они объединились. Потому что они объединились ради цели. И потому что была критическая масса. И пока в Казахстане не будет вот этой критической массы людей, готовых действовать ради своего будущего, готовых пожертвовать собой, готовых не бояться и выйти на улицу, до тех пор в Казахстане будет диктатура. Возвращаясь к правонарушениям, к защите прав, естественно, нужно, и это очень важно, нужно выводить все правонарушения в публичное пространство и говорить об этих правонарушениях, об этих случаях на всех доступных вам площадках. Нужно об этом писать, нужно об этом заявлять, нужно об этом говорить. И, по-моему, это вообще единственный способ обезопасить себя в авторитарном государстве. Вчера, я думаю, все вы слышали, как в Алматы прямо во время встречи с делегацией европейских парламентариев задерживали людей, которые шли на эти встречи, которые хотели рассказать о том, как нарушаются их права или права их родных. Это еще одно проявление страха. Страха власти Назарбаева, страха властей Казахстана, что все проблемы Казахстана, которые они пытаются скрыть, что они выйдут, что о них узнают представители европейского парламента, что вы о них расскажете. Поэтому нужно об этом как можно больше, как можно чаще рассказывать. Очень важно поддерживать политических заключенных. Очень важно помогать их родным, их адвокатам. Нужно следить за их процессами, приходить на суды. Ведь сегодня это может быть суд над ничего не значащими для вас Ерембетовым, Аблавасом Джубаевым или Осетом Нуржаубай, а ведь завтра это может быть уже ваш друг, член вашей семьи. Это может быть вы, и никто от этого не застрахован. И поэтому пока вы на свободе, вы должны помогать тем, кто оказался за решеткой. Вы же понимаете, что это не преступники, что это такие же люди, как вы, такие же здравомыслящие люди, которые хотят жить в правовом государстве, хотят выражать своё мнение, хотят жить в демократической стране, и которые за это поплатились своей свободой. Потому что если вы будете молчать, то из Казахстана все выедут, а кто не выйдет, тот будет за решёткой. И будущего у этого государства уже не будет. Смотрите, европейский парламент сам по себе имеет высокий авторитет. И это именно тот институт, который борется за права человека уже на протяжении многих-многих лет. И поэтому парламент, европейский парламент, будет также бороться за права человека в Казахстане и на протяжении ближайших месяцев, и месяца, и, думаю, года, и больше, чем года. Потому что пока что, естественно, существуют большие проблемы, большие проблемы со свободой и с правами человека в Казахстане. Что касается свободы проведения акций, ну, конечно, об этом нам тоже рассказывали и активисты, и мы это сами даже видели, как задерживали людей на акциях. Безусловно, если это не будут такие представители, как госпожа Григуле, которая вообще не прореагировала в Астане 10 мая на все задержания, то тогда, конечно, европейский парламент будет реагировать, будет действовать. На самом деле, да, к сожалению, европейский парламент — это не идеальная структура. Там тоже есть очень много евроскептических депутатов, так как бы это парадоксально не звучало. Депутаты, которые баллотировались в Европарламент, стали евроскептиками, такие тоже существуют. Они действуют деструктивно по отношению к всему европейскому сообществу и в том числе к правозащитникам в правозащитной деятельности. Конечно, с одной стороны, в Казахстане действительно очень мало людей, которые бы составляли это гражданское общество. Но с другой стороны, посмотрите, сколько людей находится в этом чате. Сколько людей действительно здравомыслящих, но боящихся высказать свое мнение, боящихся что-то сделать, пойти как-то в разрез с официальными властями. Вот это вот главная причина. Главная причина в том, во всех проблемах, это страх. Страх, боязнь. Если вот этот массовый страх не преодолеть, то ничего не выйдет. Да, конечно, все репрессивные органы Казахстана пытаются как-то преодолеть, пытаются не дать выстроить это гражданское общество в Казахстане. Они именно для этого и существуют. Они для этого и существуют. Но не забывайте, что они существуют за счет ваших налогов, что вы их финансируете, вы их кормите, одеваете. И они должны служить вам, а не режиму какому-либо. Смотрите, коррупция существует на самом деле везде. И даже в самых развитых, самых богатых странах она есть, но, конечно, на намного меньшем уровне, чем на постсоветском пространстве, скажем так. Но я думаю, подкупить депутата Европарламента чем-либо, ну, это не очень просто. Естественно, но в случае с Казахстаном, то очень многие, опять же повторюсь, экономические круги западных стран, они заинтересованы в поддержке экономических отношений с Казахстаном. Исключительно экономическим, при этом закрываются глаза на все правонарушения, которые происходят в вашей стране. Ну, выгодно, выгодно, конечно же, всем торговать с Казахстаном, выгодно покупать нефть, газ. И в то же время нужно что-то решать с правами человека. Это не только проблема Казахстана, это также проблема и других стран, экономика которых базируется исключительно на поставке сырья. Казахстан, Продолжение следует... Продолжение следует... Не бойтесь, действуйте в правовом поле, исключительно в правовом поле, прозрачно, и тогда, я думаю, что всё у вас будет хорошо. Спасибо всем, кто меня слушал. Хорошего вам вечера и надеюсь до новых встреч. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...